Привет, это снова я. Узнали? Планировала вообще не краситься, но не удержалась и намалевала губы как проститутка. Ух! Небольшое отступление. Я так вас люблю, что хотела. Хотела указать еще и цены на продукты, которые я сейчас буду показывать. И поняла, что я выбросила в помойку цены. Ну вот это вот, да, бил чек, и мне пришлось ковыряться в помойке. Цените. Так вот, Прелюдия. Новая коллекция от Lime Crime. Для тех, кто первый раз видит вот это все, да, во-первых, выдохните, напишите гадкий комментарий, напишите ты писька и продолжайте смотреть. Я сначала покажу, что у меня есть, потом крупно покажу сводчи всего, что у меня есть, потом уже накрашенное приду, значит, сюда и выскажу свое окончательное мнение о в этой коллекции, вернее, когда, о ее части. Lime Crime, в общем, это достаточно любимая в последнее время мною фирма. Я прям как-то ей прониклась. До этого я много-много лет говорила, что это прям фу-фу-фу из серии. Не пробовала, но осуждаю, но потом как-то плашесы ко мне пришли, я их полюбила. Потом еще что-то приехало, помады какие-то, потом я полюбила блески вот черри, потом мне подарили прекрасную палетку Винус, да, и пошло-поехало, короче, да. Сейчас у них вышла новая коллекция, которая называется Прилюд. В нее входят две палетки теней и три, кажется, вельветина, то есть, ну, стойких матовых помады. Я сначала, когда увидела, подумала, что я, наверное, пропущу, потому что все говорили, Lime Crime, вы задолбали нас уже своими Венерами. Венера 1, Венера 2, Венера 3, Венера 5, Венера 26. Они стали делать маленькие Венеры, Венера XS. Потом, значит, сказали, уже и Венера XS вот здесь, они стали делать Венера XL. Теперь они сказали, выпустили, когда свою вот эту черно-белую Венеру, кажется, да, последнюю, сказали, все, больше Венер не будет. Мы не будем продолжать больше Венер, все, больше их не будет вообще. И выпустили коллекцию, которая называется Прилюд, и она такая же абсолютно. То есть, ну, такая же упаковка, только там другая баба лежит. Может, даже та же, но просто она вот так лежит. Качество теней я пока еще, да, не смотрела. Мы это выясним. Я надеюсь, такое же. Как бы, ну, очертания такие же, тема такая же. Это как «Звездные войны», да, которые снимали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, потом сказали, все, мы больше вообще не будем снимать. И сняли потом еще мультсериал, и еще потом вот сейчас вот приквел. Вот это приквел, который, как бы, ну, ну, это что же самое, ребят. Ну, алло. Я уже, видите, слюнкой подавилась. Так вот, но на сайте Lime Crime в Новый год и после Нового года была распродажа. И там было то, что я безумно хотела купить, но на бесплатную доставку я не успела. Я вот думала, будет бесплатная доставка, ох, куплю, ох, заберу. И когда вышла коллекция Прилюд в первый день, там было чудное предложение, что купите палетку, одну из двух палеток Прилюд, и мы вам подарим один на выбор, соответственно, вельветинов, и тогда у вас будет бесплатная доставка. Так как платная доставка стоит, по-моему, около 30 долларов, а палетка мне обошлась в... А вы знаете что? Я, кстати, зря лазила в помойку, потому что это без стоимости. В общем, палетка стоила долларов 35 или 38, по-моему. То есть получается, что я за палетку и за блеск заплатила всего 8 долларов, или около того, если считать, что доставка как бы, ну, была бы платная. И я плюсом еще накупила тут, ох, 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 сейчас покажу. В общем, давайте уже начнем. Что-то я затринделась, 4.43, видео начинается с 4.46, 4.47, 4.48, 4.50. У них в новогодние коллекции всегда выходят вот такие вот мини-наборчики. Сделаны они, надо сказать, очень хлипко, именно сама упаковка, потому что у меня есть ребенок Анфиса, которая знакомится с моей косметикой первой, и она уже... Видите, я двумя пальцами разобрала все нахрен на части. То есть, ну, лучше ее руками не трогать. И если дарите, проверяйте, как она, потому что, ну, один раз дернул, то есть, ну, все, она уже, вот, состоит из 25 частей, не очень эстетично. Но в этих наборах, которые по распродаже стоили, по-моему, 8 долларов, я, короче, когда буду записывать свочи, я гляну, чтобы вам не врать, и все цены проставлю. Это прям было очень выгодно. Это было очень выгодно. Здесь, в этом наборчике, было три блеска white cherry маленьких, а во втором наборчике было три плашеса. Цвета так себе, ну, опять же, рассмотрим попозже, но мне была интересна именно формула. Я никогда не пользовалась плашесами для губ. У меня есть палетки плашес, я их люблю. А блески white cherry я обожаю, скупила бы все. Ну, нахрена мне вот такая вот бандура вот этого большого блеска, если я могу купить вот такую маленькую еще и по распродаже. Тут, значит, три такие странненькие цвета, ну, зелененькие с блестками, такие тэрэты, но как блеск для губ. Они чудесные, то есть они не яркие, и они, их можно будет носить каждый день. И стоили они очень выгодно. Опять же, покажу, да, скажу, сколько. Три плашеса, а еще я взяла вот такой вот набор раз, два, три, четыре, пять вельветинов в нем находится. Стоимость, опять же, крайне низка была по распродаже. И здесь есть цвет, который сейчас у меня на губах. Он называется Американо. И Марк Кауфман, да, которого я считаю, что Марк Кауфман бесплатно вообще рот не открывает. Но мне кажется, что рекламировать какой-то определенный цвет – это странно, поэтому, ну, я хотела попробовать этот цвет. Он говорил, что это уникальный цвет, который позволяет, во-первых, зубам выглядеть белее в любом состоянии, и что этот красный цвет идет любым бабам. Мне кажется, вполне. Единственное, что мне не нравится, что сильно достаточно виден здесь вот, да, разница между слизистой и губами. Но тут уж не обессудьте. Я попытаюсь нанести больше и посмотрим, будет держаться на слизистой или нет. Я с этой помадой уже хожу часа, наверное, три, и мне очень комфортно. Так вот, покажу вельветины так, чтобы вы видели. То есть здесь меньшая упаковка, но этого хватит до конца жизни, мне кажется, ну, всем евреям, которые ходили по пустыне 40 лет, да, вот они бы не израсходовали вот это вот все до конца своего похода. Потому что, ну, нужна капля, чтобы накрасить губы, и она стойкая, ее хватает на полдня точно. То есть, ну вот, это крайне выгодно. Короче, девочки, ловите Lime Crime на распродаже с бесплатной доставкой. Или кооперируйтесь, собирайте всякие эти коды скидочные. В общем, переходим к коллекции, соответственно, прелюд, ради чего мы здесь все собрались. Упаковка пластиковая абсолютно такая же, абсолютно такого же размера, как и у Винос стандартных. Такая плотная пластик. Упаковка вот эта вот абсолютно такая же, как и у Винос стандартных, только здесь бобенка лежит и, значит, закатывает глаза. А Ангела здесь с прикрытыми пищунами, и здесь у нее сосок прикрыт, все прямо красиво, красиво. Не могу сказать, что некрасиво. Мне нравится, но это не отличается ничем. Зеркало прикрыто какими-то надписями. В общем, что она спустилась с небес, тыры-пыры и тра-ля-ля. Очень плотная, защитная вот эта вот пленка, которую я не выброшу никогда. Здесь, соответственно, как и в стандартных Венерах, восемь цветов. Одни говорили, что здесь, кажется, то ли три, то ли четыре разных текстуры. Посмотрим это все на сводчах. Так, в общем-то, выглядит, ну... Да, продолжение просто серии Венер. Красивая. Вторая палетка... Эта палетка называется Хрома, кажется. А вторая палетка была абсолютно такая вот... Никакая вот эти бежевенькие. Я просто такими не пользуюсь, поэтому я ее даже не рассматривала к покупке никаким образом. И вельветин, который я выбрала из трех. У них был пикок, нептун и еще какой-то розово-нюдовый, который мне точно бы не подошел. Пикок, он такой сине-сиреневый. И это существующий цвет. То есть тут они как бы немножко счетырели. Я выбрала цвет, который называется Нептун. И он, по-моему, относительно, да, человечий, который я могу на себя нанести. Не уверена, опять же, существующий этот цвет или нет. Мне кажется, что... Ну, если и не существующий, то поменяли они немного. То есть он такой достаточно стандартный шоколадно-коричнево-нюдовый. У меня там кошка скребется. Буду заканчивать уже, в общем, представление. Давайте посмотрим крупно сводчи. Потому что я еще пальцы туда свои не совала. Посводчила только вот эту и вот эту помаду. И мне очень хочется скорее запустить туда вот это вот все. А потом накраситься и рассказать, понравилось мне или нет. Надеюсь, мне понравится. И цены заодно вам скажу. Все, смотрим сводчи. Предлагаю начать с самого неинтересного. Да, сводчи помад. Ну, чтобы со всеми заскучать, давайте сначала посмотрим вот этот вот Нептун, который я, собственно говоря, нанесла сразу уже. Не уверена, что это новый цвет, потому что, видите, у них здесь наклейки. Очень легко можно склеить и наклеить новое название. Какое хошь. Сегодня Нептун, завтра Питун, послезавтра еще кто-нибудь. Это полноразмерный вельветин. Я жирненько нанесла, он уже почти высох. Когда он высохнет, он прям вот железобетонно держится. Кто не видел еще мои жуткие руки, извините. Я очень много работаю руками, я леплю, поэтому они в таком жутком состоянии. Скоро, я надеюсь, я перестану лепить, и они придут в себя. Значит, вельветины, которые по распродаже я взяла раз, два, три, четыре, пять штучек в новогодней упаковке. Этот цвет называется Лулу. Они маленькие да удаленькие. Это прям такой нюдовый нюд. Мне кажется, больше подойдет тем, кто совсем блондинка. Этот оттенок называется Сафрон. Шафрон, то бишь. Ой, какой-то он, он имеет какую-то немножко отличающуюся текстуру. Может быть, он пока ехал немножечко, ну, какой-то, видите, полупрозрачный. Мне не нравится он. Мне не нравится он полупрозрачный и имеет совершенно другую текстуру. Может быть, просто у них такие именно металлики неприятные. Не знаю, не знаю. Посмотрим, как на губах будет смотреться. Этот цвет называется Рустик. Это типа Рустам, в смысле. Вот этот красивый, вельветовый, такой розовый, приятно нюдовый оттенок. С этим все в порядке, претензий нет. Вот, это Синди, подруга Рустика. Ну да, видите, вот они даже подходят друг к другу. Все цвета носибельные, кроме вот этого, да, металлика. Мне он совершенно не нравится. Ну и, собственно, для чего это все затевалось. Это Нью Американо. Потрясающе красный. Вы видите, уже на руке сводчила, и он, собака, не смывается. На старые дрожжи его нанесу. Видите, как он яркий, красивый, просто обожаю. Тонким слоем наносите, и он великолепно держится, высыхает. И я его на губах не чувствую. А уж насколько я ненавижу матовые помады, представить незнакомому человеку тяжело. Вот все, значит, вельветины, которые есть, это новый, это 5 старых, уже существующих оттенков. Три плашеса, маленькие, хорошенькие, девочки мои. Это оттенок Fruit Cake. Вроде как говорят, что они должны быть, ой, с каким-то комком. Они более кремовые, чем вельветины. Я не знаю, застывают ли они до конца, не имею пока такой информации, но цвет приятный. Такой сиренево, какой-то сливовый, наверное, да? Пять, не падай. Это оттенок Plum Pudding. Такая же проблема, как и у вельветина. Видите, наносится полосами. Может быть, как-то кисты. Вот я его аккуратненько, почти не касаясь, руки нанесла. Вроде ничего. Но первое впечатление мне не нравится, в принципе, у Lime Crime. Вот эти вот металлическо-глиттерные оттенки. И третий оттенок, тоже, по-моему, металлик. Это Strawberry Fizz. Вот он приличный. Хорошо нанесся. И цвет красивый. Тамада хорошие, конкурсы веселые. Ну, нанесу на губы, посмотрю. Ну, пока все вроде даже так хорошо. Мне нравится. И последние три моих любимых влажных вишенки. Кто бы мог подумать, что женщина так может любить блески для губ. Я ненавижу блески для губ. Новый черри – это какой-то новый уровень любви. Это когда из той серии, когда собачники, вернее, когда люди, которые ненавидят собак, заводят собаку и целуют ее в жопу потом. Мятная вишенка Mint Cherry. Кошка тоже хочет посмотреть с очи. Ну, тут, в общем-то, знаете, она просто красиво переливается и имеет небольшой зеленый оттенок, который, в принципе, на губах будет, естественно, незаметен. То, что у вас у губ есть свой оттенок. Это Winter Cherry, зимняя вишня. Вишня, вишня, зимняя вишня. Любила я Анжелику Варум, когда удивилась, не знаю, в классе, наверное, во втором. Тоже, видите, она переливается, чуть-чуть сиреневатая. И последний, без блесток, называется Cherry Duble. Будем считать, что так. Вы же не видите ничего, ребята. Еле видный красный оттенок, но тоже, опять же, на губах, я думаю, что они все будут примерно выглядеть одинаково. Они просто очень комфортные, и эти мини-размеры можно распихать везде. Великолепно просто, мне нравится. Теперь попробуем это все стереть и посмотреть, вот, наконец-то, палетки. Потрясающая информация. Вельветины снялись практически. Ну вот, не у Американо только, да, и немножко вот эти два. А товарищ, который плашет сиреневый, мне окрасил руку так, что она, прямо, видите, выглядит, как будто мне крапивку делали. Мне кажется, что это надолго. Я не знаю, где мне теперь делать сводчи, потому что я абсолютно правша. Но придется как-то изорачивать, все ронять кругом и, наверное, делать на моем разнузданном ладоши. Вот, будем здесь смотреть. Сейчас я вымою, что-то тоже грязненькое какое-то. Палетка, как она есть. Видите? Женщина. Женщина, вам плохо? Здесь есть врач. Я блогер. Такая же, по размеру такая же. Открываем, видим зеркало. Открываем, смотрим вниз, видим восемь цветов. У всех есть название. Это тени. У тени есть название и разные, разные. Вот, сфокусировались, показали. Сейчас на руке посмотрим, потом на глазах посмотрим, и будет нам хорошо. О-го-го! Тот момент, когда я сейчас не пожалела, что приобрела. Значит, цвет нимфа и эрос – это прямо жидкое сусальное золото. И не знаю, что это, медь, бронза. Это просто потрясающе наносится на руку. Они соскакивают. Это очень красиво и мягко. И они настолько красиво смотрятся. Они прямо живые. Мне очень нравится. Дальше сифоум морская пена и триумф – это топеры. И, наверное, можно использовать их как хайлайтеры. Видите, они практически не видны, когда не падает цвет. И потрясающе голубо-зеленый и такой золотой с желтыми какими-то переливами, когда падает цвет. Привет! Красота! У меня моя бруня прямо в огонь не бьется, хочет попробовать тоже. Очень красиво! Давайте скорее смотреть второй ряд. Тут все не так однозначно во втором ряду. Сайпрус – это матовый, такой сиреневый. Он переносится хорошо. Достаточно у него плотное покрытие. И он нормальный. Сатурн – это прекрасный, такой же, как вот это сусальное золото. Дуахром – он синее-золотое. Надеюсь, что вам хоть немножечко видно его переливы. В жизни просто великолепно смотрится. Олимпия – это такой меловой оттенок на все века. Но я думаю, что на глазу он будет смотреться хорошо, потому что все-таки у меня глаз не как слоновья пятка, не как моя ладонь. А вот генезис, ну вы видите, да? Он какой-то странноватый. Он такой прям вот сухой, какой-то матовый. Я не знаю, куда. Видите, я его наношу. Он какой-то как грязный. Не знаю. В палетке, которая у меня есть, это Винус 2, кажется, там тоже есть такой черный с блестками, грязный. Вот, ну, видимо, требуется, чтобы был хоть один грязный цвет, иначе любители грязных цветов не купят эту палетку. Не знаю. Мне совершенно он не нравится. Я сейчас попытаюсь сделать что-то у себя на глазах, и потом уже расскажу, как они переносятся на глаза. Вот. Я обычно не делаю прямые включения, да, с своих макияжей, кроме как в видео «Собирайся со мной, никуда не иди», но тут я прям должна. Потому что мне хочется плакать. Сука. Сейчас расскажу, почему. Вот этот ужасный, грязный, отвратительный мальчишка. Просто, просто чмо и говно. Я не знаю. Он делает на глазу грязь, даже если его ни с чем не смешиваешь. Если он ложится неплотно, он прям вот грязный, неприятный, некрасивый. Может быть, на моем тоне кожи, да, может быть, еще что-нибудь, но это просто грязь. Вот этот вот оттенок, он получше. Вот эти вот, они безумно красивые, но я не знаю, чем их наносить. То есть, я пыталась наносить их вот такой плоской кистью, а они наносятся не очень хорошо, как-то вот шуршат. Может быть, дело в моих кистях, да. Я попытаюсь сейчас нанести их какой-нибудь пушистенькой, может, они пушистенькой нанесутся, даже я при вас. Но они не наносятся так, как надо. То есть, если я наношу их пальцем, они ложатся великолепно и красиво. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я просто нанесу крупно вот эти вот красивые оттенки и немножко чем-нибудь оттеню. И не буду, да, изворачиваться и пытаться что-то выжать, потому что я, да, не профвизажист, я жопорука. Но это не профкосметика, и это косметика для жопоруких. То есть, мне так кажется, что я должна взять и сделать. С прошлой палеткой у меня таких проблем не было. с Venus 2 я накрасилась, наверное, минуты за 4, и мне очень понравилось. А тут... В общем, я скоро вернусь. Если немножечко поработать руками, все идет гораздо лучше. Сейчас вот прям я переоденусь, волосы распущу, ресницы навяжу, вернусь и все расскажу. Мне чуть легче, мне чуть легче. Да-да. Лайк и подписка просто с вас, потому что сердечко мое не в порядке. Неспокойно, сердечко. Давайте сначала обсудим губы. С губами все нормально. Точка. Этот вот Нептун хорошо лег, хорошо черт, не желтит зубы, а нормально высох. Короче, претензий у меня к нему нет. Палетка. Рассматриваем ее как палетку для домашнего использования с жопорукими домохозяйками. Повторюсь, если я не помню, в общем, я, по-моему, уже говорила, что с прошлой палеткой у меня макияж вышел там за несколько минут, великолепный. Я была им довольна, все хорошо тушевалось. Здесь мне нужен совет, наверное, да, то есть, ну, вот эта грязь, я хочу ее даже, опять же, я запачкаю, замараю свое тело. Хочу вам показать. Видите? Это просто грязь. Это серая грязь, которая, ну, это некрасиво, это никуда. Мне он очень не нравится. То есть цвет, который называется генезис, отвратительная серая грязь. Цвет, который называется сайпрос, вот этот, сиреневый. В принципе, он ничего. Но у меня возникает такое ощущение, видите, он более пигментирован, да, он лучше наносится, но у меня вызывает, у меня возникает ощущение, что вот эти вот три цвета матовых леймграйм делал вот как студенты. Они вот это вот делают, значит, в первый день обучения, вот эти вот два они делали в первый день обучения, эти вот два они делали во второй день обучения, вот это они делали в третий день обучения, потом они бухали, а потом вот за две минуты до конца они сделали вот это три. Типа, вот я сделал, мне очень не нравится, я недовольна. до дир, я знаю, ты смотришь меня, я недовольна, мне не нравится, отвратительно. Что касается вот этого цвета, который называется Олимпия, это цвет, который присутствует практически в любой палетке, ну, обычный, никакой, как пудра, чтобы припудрить век перед тем, как наносить тени. Что я сделала в итоге? Я стерла с себя все вот это, выматерилась, пошла, значит, выпила чайку и нанесла золотой, и вот этот вот Сатурн и Эрос вот сюда, вот сюда, прям пальцами. Я не знаю, чем их наносить, серьезно, у меня с кистями, наверное, какая-то проблема, пальцами наносится гораздо лучше, то есть они пигментированы, они прям как жидкая фольга. Опять же, сейчас продемонстрирую на своем тельце. Красиво. Вот этот вот, Сатурн, тоже, прямо огнище. Ну, тут, конечно, не огнище, потому что свет не падает. Давайте я куда-нибудь нанесу, куда все-таки немножко падает свет. Вот. Видите? Он красивый. Нимфа великолепна, красоты тоже отличная, просто. Вот она, вот она мерцает, переливается, видите? Ну, ну, а что, ну, ну, как бы, а что вот с этими-то? Я не поняла ничего. Вот эти два, которые топеры, они тоже очень красивые. Они красиво смотрятся. Они такие полупрозрачные, аккуратные, нежные. Я нанесла его вот сюда. Меня все устраивает. То есть, я бы их использовала либо как хайлайтер, видите, это надо повыше немножко, Нет, тут тоже не так. То есть, их, видите, здесь свет не падает, их практически не видно. Это какие-то отблески. Здесь свет падает, их сильно видно. Ну, вот, наверное, вот здесь вот, да? Прямо видите, они переливаются, и все красиво. То есть, к ним у меня нет претензий. Короче, я советую купить эту палетку на распродаже, если вы хотите. То есть, ради вот этих вот пяти, раз, два, три, четыре, пять. Если вот эти два, которые топеры, в принципе, они могут быть даже в палетке, наверное, Essence, какой-то, да? Пала такая палетка Essence, у Лены Честойки, я ей отправляла, я помню, Лен, напомню, как называется, где вот такие прям хайлайтеры, топеры. Там есть похожие оттенки. Похожего золота у меня нет такого великолепно мягкого. Похожий бронзы у меня нет такой великолепно мягкой. Нечто подобное у меня есть в палетке от Collides, но оно более голубое. А здесь такой красивый темно-синий такой с переливами цвет. То есть, вот эти вот три, они прямо огнище. Рази них я оставляю эту палетку, я буду ей пользоваться. Но, честно говоря, если бы мне не жалко было упаковку красивую, я бы выковырила отсюда нахрен вот эти вот цвета, а это выкинула бы и забыла. Вот такие у меня немножко неутешительные выводы. Я не в восторге. Я в восторге от вот этих вот блестящих, но я совершенно не в восторге от матовых. Матовые просто, ну, провальные. Они не провальные, они мерзкие. Вот. Остальным заказом в плане помад я очень довольна. В общем, идите, посмотрите, расскажите мне, будете ли вы заказывать, расскажите, ждали ли вы, вообще любите ли вы Lime Crime, так как люблю его я. Собака Макоказел, не забываем. И напишите, пожалуйста, любой комментарий, он очень мне поможет. И пожалейте меня, скажите мне, ай-яй-яй, ты бедная, вот что-то такое. Мне будет приятно. Всего хорошего, пока.